Здравствуйте друзья, в этом обзоре мы с вами продолжим изучать устройства из экосистемы TUI E-Smart, к слову говоря их разнообразие намного больше чем у Xiaomi Mi Home. И темой будет Zigbee шлюз от известного и популярного производителя Blitzwolf BV-IS10. Напомню, его задача является управлению сетью Zigbee и обеспечить ее взаимодействие с системой управления умным домом. Подробнее про сети в умном доме смотрите мой отдельный видео урок, ссылка в описании. Модель BV-IS10, интерфейсы Wi-Fi 2.4 ГГц, модуль Wi-Fi RTK8711AM Zigbee 3.0, модуль Silicon Labs. Эффективная дальность действия шлюза до 30 метров. Порт питания microUSB. Материал корпуса ABS пластик. Вес 50 грамм, размер 65 на 50 миллиметров, рабочая температура от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия, рабочая влажность от 10 до 90 процентов. В данном случае мне не пришлось ждать пока устройство приедет из Китая. Шлюз нашелся в локальном украинском магазине и был доставлен на вторые сутки после заказа. Поставляется в стандартной для производителя коробке, оформленной в бело-зеленых цветах. На фронтальной части указан только номер модели и логотип Blitzwolf. На задней стороне указаны основные технические параметры устройства про которые я уже подробно рассказал. Вот все что нашлось в коробке. Чуть дальше я покажу подробнее, но сразу скажу, что первое что бросилось в глаза это компактность шлюза. Из аксессуара в комплекте идет белый кабель USB microUSB длиной в 1 метр и скрепка для сброса в заводские установки. Точно такая же как идет с телефонами для сим лотков. Буклет содержит в себе краткую инструкцию аж на 6 языках, русского нет, для меня самый понятный английский. Как я уже сказал шлюз очень маленький. Сделан он из белого матового пластика, боковые грани сильно закруглены. На верхней крышке указано название производителя и находятся два окошка для светодиодов. На боковой стороне как раз возле светодиодов находится разъем для подключения кабеля питания, выполненный в формате microUSB. Слева от него находится отверстие под которым расположена кнопка сброса шлюза, для нее и нужна комплектная скрепка. На нижней стороне нашлись четыре прорезиненные ножки, которые предотвращают скольжение устройства по гладкой поверхности, номер модели и краткие параметры. Хотя я уже сказал про размеры устройства, думаю что нагляднее будет показать в масштабе, в данном случае будет вполне уместен коробок спичек. У меня побывало много разных устройств, в том числе и Zigbee шлюзов. Blitzwolf BV IS10 на данный момент прочно удерживает первое место в категории компактный размер. Еще одно сравнение с можно сказать каноническим шлюзом Xiaomi второй версии. Он не только намного больше, но и в несколько раз толще героя обзора. Для подключения устройства нужно просто подать на него питание. Через небольшой промежуток времени, необходимый для загрузки, шлюз перейдет в режим сопряжения, красный светодиод начнет мерцать. Это говорит о том, что он перешел в режим точки доступа Wi-Fi, нужный для первого к нему подключения. Шлюз может работать с несколькими приложениями, но все являются лишь клонами основного Tuya Smart. Поэтому я использую именно его. В правом верхнем углу главного экрана есть кнопка добавления устройств. Она дает доступ к большому списку, в котором нужно выбрать раздел шлюзов и беспроводный шлюз Zigbee. Телефон нужно перевести в диапазон сети 2,4 ГГц. Мастер подключения сообщает о том, в каком состоянии должны быть диоды шлюза. Для этого типа подключения красный должен быстро мерцать. Есть еще один вариант, для переключения в него нужно секунд 5 подержать скрепкой кнопку шлюза. Красный светодиод будет мерцать медленно и в списке Wi-Fi сетей появляется видимая сеть, название начинается на Smart Life. Нужно вручную подключиться к ней и вернуться в мастер подключения. На этом этапе на шлюз передаются параметры подключения к вашей домашней Wi-Fi сети. Получив их, шлюз перезагружается и подключается к ней, после этого он появится в списке устройств системы. Шлюз относится к классу охранных устройств, поэтому после подключения приложение сразу предложит провести тест, суть которого заключается в том, чтобы проверить будут ли приходить на ваш смартфон уведомления от приложения. Оно должно быть в автозапуске и иметь разрешение на работу в фоновом режиме. В данном случае шлюз сам по себе ничего делать не умеет. У других производителей шлюзы могут совмещать в себе функции светильников, сирены и т.д. Поэтому сразу перейдем к подключению устройств. Первым я выбрал датчик открытия санов CNZB04, который кстати как бы и не относится к экосистеме TUYA. Для подключения кликаем на строке шлюза в общем списке, что запустит его плагин, тут пока пусто. Внизу есть кнопка добавления дочерних устройств, ее нажатие переводит шлюз в режим сопряжения, но на этот раз уже по интерфейсу ZigBee. После этого нужно запустить сопряжение на подключаемом устройстве, в этом примере скрепкой зажать кнопку на датчике до трех вспышек светодиода. Хоть датчик и санов, но в TUYA Smart он прекрасно залетает. Полный обзор этого датчика можно посмотреть у меня на канале, ссылка в описании. Он имеет свой плагин, где показан его статус, их может быть два, открыто или закрыто. Пока устройство только одно, оно может выполнять только информационную функцию, для взаимодействия нужно подключать другие. Следующим я подключу исполнительное устройство ZigBee реле, которое умеет замыкать и размыкать фазовый провод. Для теста я тоже взял продукт от санов. Запускаем добавление новых устройств на шлюзе и после этого кнопкой на корпусе переводим реле в режим сопряжения. В TUYA Smart оно определяется как двухклавишный выключатель, не совсем точно, но при этом вся функциональность остается. Теперь в плагине шлюзы есть уже два устройства, в данном конкретном случае нужно работать только с одним из каналов выключателя, чтобы не было сбоя в работе реле, так как оно физически имеет лишь одну управляемую линию. Перейдем к автоматизациям. Они могут иметь разный тип вызова, в том числе и вручную, такие автоматизации будут называться мгновенными. Мы рассмотрим автоматизации по изменению статуса устройства, в данном случае датчика открытия. Это могут быть события открыто либо закрыто, сразу или в течении заданного времени. Действием автоматизации может быть и уведомление, и запуск ранее созданного мгновенного сценария, временная задержка или запуск устройства. Его мы и рассмотрим и выберем включение реле. Вот такие простые автоматизации мы сейчас проверим, при переходе в состояние открыто включаем реле, при переходе в состояние закрыто выключаем. Простая, но реальная заготовка для бытового кейса. Проверяем работу. Кстати небольшая задержка при переходе в статус открыто, это особенность конкретно этого датчика. Сама же автоматизация отрабатывается быстро, это видно при закрытии. Что мы все санов до санов, давайте подключим родное экосистемное устройство. 4х кнопочный логический выключатель от Moes. Ссылки на обзоры всех упомянутых тут устройств вы найдете в описании. Подключение по отработанной схеме. Выключатель переводится в режим сопряжения длительным удерживанием первой клавиши, до момента когда начнут мерцать диоды на всех клавишах. Проверим работу выключателя с реле, установив на действие одиночный клик, левой верхней клавиши она имеет номер 4, включение реле, а на правую верхнюю клавишу она имеет номер 3, выключение. Получилось два тестовых сценария. Можно конечно и оптимизировать, например выбрать не включить выключить, а переключить состояние или проверять его в триггере сценария, но это напомню лишь тестирование. Отрабатывается стабильно и ровно, примерно в течении секунды после нажатия. И вообще по моим наблюдениям, Toyota Smart работает быстрее чем например Mi Home. Думаю что самые внимательные заметили, что при создании автоматизации, герой обзора есть и при выборе устройства для триггера и при выборе действия автоматизации. Он предлагает три варианта, звуковая сигнализация, состояние и сброс в заводские. Для звуковой сигнализации сброса в заводские, он имеет состояние включено или выключено, а для состояния нормально или режим сигнализации. То же самое для действия автоматизации, можно включить или выключить звуковую тревогу, сбросить в заводские или установить режим работы. Наиболее логичным мне кажется использование его в режиме звуковой сигнализации, поэтому повторяю прошлый сценарий, только вместо включения и выключения реле, ставлю включение или выключение звукового сигнала. Ну а чуда не произошло, в этой версии шлюза динамика нет. А так как в экосистеме Tuya Smart много производителей, то эта опция актуальна для других шлюзов, которые оборудованы звуковоспроизводящим модулем. Еще стоит упомянуть одну полезную особенность шлюза. Слева скриншот автоматизации, где выключатель подключенный к шлюзу, запускает работу Wi-Fi проектора звездного неба. Такой сценарий будет работать только если есть рабочее подключение к интернету. А в центре автоматизации, в которой участвует тот же выключатель и сам шлюз. Аналогично, если вместо шлюза будут другие устройства, но подключенные к этому же шлюзу. У него справа вверху есть отметка о локальном соединении. Это значит, что такая автоматизация отработает даже при отключенном интернете. Это не только сильно повышает отказоустойчивость, но и повышает скорость работы автоматизации, что позволяет реализовывать даже такие критичные кейсы, как например перекрытие воды при обнаружении протечки, при условии если датчик протечки и электрокран будут подключены к одному и тому же шлюзу. Шлюз одно из ключевых устройств умного дома. Он позволяет использовать в системе всю инфраструктуру работающую на Zigbee, а таких датчиков очень много и обойтись без них сложно. Кроме этого, он выполняет роль локального хранилища для некоторых автоматизаций, что существенно повышает их стабильность и скорость работы. На этом все, если у вас остались вопросы задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось ставьте лайки, если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома, можно прочитать в моем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok